Вы должны понимать, что мы вступили с вами в новую эру, а эра это инфляционная, низкая инфляция ушла в прошлое. Это не значит, что она будет 10%, 34%, как сейчас в Германии промышленная инфляция, 34%. И главный вопрос, который я попытаюсь ответить, будет ли новая конференция, которая создаст новые резервные валюты, валюту, валюты. Или новую денежную конфигурацию мира. Потому что бредно-русские соглашения, они просуществовали в первозданном, по-моему говоря, веке до 1971 года. Когда в августе товарищ Никсон, американский президент, сказал всем, кому должны, всем прощаем. Это был дефолт с ним в штатах. Он был закамуфлирован от отвязки от обмена на золото. По сути, это был дефолт. Это вопрос, были ли в Америке дефолты. Это был абсолютно чистый дефолт, который был обусловлен тем, что американская экономика, ничего не знаю, не слышала. Практически перестала конкурировать с новыми тогдашними тиграми Японии и Европы, прежде всего Германии. Они положили в свое время деньги сразу после войны для того, чтобы конкурировать с Советским Союзом. Предоставили рынки, свои рынки, технологии и так далее. И где-то к началу 70-х годов, там еще возникли проблемы с войной во Вьетнаме, то есть американская экономика надорвалась. Пошли, как только был отвязан доллар от золота, пошли инфляционные процессы. И все 70-е годы это была жуткая инфляция в Штатах, она была дозначной, ставка ФРС была дозначной. И американская экономика, мягко скажем, плохо себя чувствовала, и люди плохо себя чувствовали. Фондовые рынки стояли, падали, росли, но в основном стояли. Инвестиции в люди, кроме тушенки и гречки, а-ля, то есть в реальные активы, которые росли в цене. Золото в Рижске. Тогда люди вручало золото. Мы немножко скажем попозже, почему оно сейчас не работает время. Так вот, я, может быть, раскрою карты и сразу отвечу на этот вопрос. Бреттл Вуд снова будет. Вопрос, когда или на каких условиях, как это будет называться. Потому что наверняка это будет какой-то другой город, городок или место, еще что-то. И, скорее всего, это будет не в Америке тоже. Основные тези, которые я хотел вам донести, еще раз, для чего? Для чего вам это знать? Для чего, как учил наш главный Павел, не апостол, слава Богу, а спикер, такой вот, вы должны запомнить для себя и отвергнуть. Вот сказать, это какая-то реванда. Ну, нам рассказывают какие-то сказки, которые к жизни не имеет никакого отношения. Но, еще раз, если вы не поймете, что происходит в глубине, вы будете по-другому воспринимать новости, и вы их не читали, и не видели, и не слышали. Потому что тогда вам будет, может быть, чуть-чуть более понятно, почему это происходит. Поэтому, вот меня, честно вам сказать, меня вообще ничего не удивляет. Меня немножко форума удивляет, некоторые происходящие события. А почему это происходит вообще? Поэтому, конец этого процветания, или Макрон не прав. Макрон, знаете, да, президент Франции, да, сказал, что процветание, а не европейцы, да, точно. И вообще, да, да. Вы знаете, как он Макрон, это, в общем-то, инвест-банкинг побольше. Он, конечно, там, он не кто-то, но работал в Ротшин, компаниях, и так далее. То есть, это человек, даже не чистый политик, по сути, своей. Он банкин. То есть, он обладает информацией, которой, ну, наверное, у нас с вами даже нет. Ну, в такой, в открытом доступе. Поэтому, к его словам нужно относиться, не то, что-то нам всегда право в этом. Ну, к его словам нужно внимательно относиться. И почему это произошло? Два слова, чтобы было понятно. Потому что та модель экономики, которая была в Европе, на Западе, у нас с вами, которая позволяла нам с вами инвестировать в старых породилах, она сейчас заканчивается. Это не значит, что финансовые рынки завтра исчезают. Как некоторые сейчас думают, что действительно нужно покупать автомат Калашникова и тушенку в тречке. Без автомата, если бы тушенку в тречке не повышать. Поэтому, вот эта новая реальность, она какая? Она к чему нас подводит? Что происходит еще раз? Конец вероцентра Макруха, бросок на восток, новый виток филорической эволюции, закат дефектуры или второе дыхание, будущий мироклендер. Это то, о чем я хотел бы вам рассказать. Итак, два слова буквально. Запад теряет свою экономическую силу. И это не потому, что есть какие-то там политические же хотелки и так далее. Есть некая объективная реальность, которая связана с тем, что в свое время та политика, которая была направлена на вывод производства из Соединенных Штатов, из Запада в целом, из Европы, в Китае и другие страны, она дала колоссальный рывок мировой экономике, она дала колоссальный приток уровня жизни на Западе и была достаточно эффективной. Прежде всего, она помогла завалить Советский Союз. Она помогла, еще раз, людям на Западе жить гораздо лучше, чем в моменте, чем они могли бы жить. Грязную работу они скинули на мигрантов и так далее и тому подобное. Дежурную работу, роботы, мигранты и так далее. Получалось, что эра процветает. Советский Союз побежден, Советский Союз нет, все хорошо. Но, если понимать, на какой базе было основано это процветание, кроме действительно технологических достижений, организации общества, много чего хорошего, которое произвел Запад, он сделал фатальную ошибку для себя. Ну как это? Не ошибка даже. Это просто закономерный итог деятельности. А именно, еще, я отблюсь два слова, в начале 50-х годов был такой человек Энди Громов. Он основатель компании Intel. Слышите? Так вот он сказал, у него была статья Толли Форбская, он написал свою статью в свое время. И он сказал, ребята, а что мы делаем? Зачем мы выводим в таком количестве производства в Китае? Ведь там, где производство, там и микросреда инженеров. И потихоньку мы потеряем технологическое лидерство, сказал Энди Громов. Надо одуматься. Это были времена Обамы. И тогда началась уже потихоньку политика сдерживания Китая. И вот этот тезис возвращения производства США, который развил Трамп, то сделав Америку вновь великой и так далее. Почему? Потому что до элиты СМС дошло, что Громов-то прав, он сам будет из США. Ну, одни из. И он говорит, то есть группа этих элитных ребят сказала, все, заканчиваем. Проект Китая заканчиваем в том виде, в котором он был. Мы начинаем опять другой проект. Какой? Предполагается, что это будет вновь великие Соединенные Штаты, как они это называют. Для этого нужно что сделать? Возвратить производство в США. Что для этого нужно сделать? Как вы думаете? Нужно уже что-то сделать, да? С какой-то градуси производство пойдет в США. Разные вещи можно сделать. Можно кнутом два способа, да? Кардинально. Кнут и пряник. Сейчас задействованы все методы. Кнут. Дорогие нарконосители. В Европе. Не выросли десятки раз. В Китае людей не кончаются. Поговаривают там о каких-то волнениях некоторых местах. Люди не хотят теперь сидеть на карантине. Раздувается от тем, неважно. Это кнут. Пряник. Стабильность, как они называют, процветание. Логическая редерция в Соединенных Штатов. Высокие процентные ставки. Инвестиции в доллар. И что происходит? Идет долларовая сжатие. Воспитимая процентный ставок ФРС. Отсасывают деньги из периферии экономики. Как работала эта схема, два слова. Как она работала до последних событий? Очень просто. Есть один инвестиционный центр. Это федеральная земля с тем, в США. Она распыляет деньги. Она их имитирует. Основная масса идет, конечно, на развитые страны. Но и попадает в развивающиеся. Как только ФРС ведет мягкую денежную политику, а именно снижает ставки, снижает нормальное резервирование, и так далее, и так далее, и тому подобное. Для тех, кто не знает, что это такое, я думаю, что расскажут вам дальше, что это и есть. То есть дают денег больше в дону. Получается всем счастье. Фондовые рынки растут. Брокеры довольны. Клиенты довольны. Все в шоколаде. Федеральный резерв. Но есть маленький нюанс. Инфляция. И вот эти годы, которые были до последних событий, были уникальны, чем? Федеральная резервная система денег дает, а инфляция где-то. Выходит, господин Пауэлл, или там Джерни Гиллин, бывший глава ФРС, там не вместе философии, не понимает, что происходит. По уму, в книжках, которых нас учили умно, дал денег больше, больше инфляции. А ее нет. О, и они прямо писали про это. Почему так было? Несколько фактов. Дешевые китайские трубы. Низкие процентные ставки, которые снижали сдержек производителей. И технологическая революция, которая позволяла снижать среди стоимость ставок. Прежде всего, романтизация, компьютеризация, ну и так далее. Наши аппараты, которые у нас карманы, смартфоны и так далее. Вы заметили, что хороший смартфон стоит. Я в шестом году первый смартфон купил за тысячу долларов, 28 тысяч рублей, когда 28 долларов стоил. Назывался не так милый такой. Ну и так, как говорится. Шестой год, я его выбросил, потому что он невозможно было. Он больше купил Nokia, на тот момент, про то, что он не купил. Потому что он долго держал заявку и так далее. Но сейчас за тысячу долларов, даже за 60 тысяч рублей, можно купить совершенно другую машину. Потому что он не говорит, про более дорогие. Крутые смартфоны, гораздо более эффективные, стоят тысячу долларов. Почему? Потому что технология. А он вообще должен был стоить 200 долларов, потому что раньше тысячи. Но это все позволяло держать низкую инфляцию. Плюс оптимизация, вот эта глобализация, то есть это распределение цепочек по всему миру. И получалось, что у вас одна деталь едет из Бразилии, другая из Аргентины, скрепки из Аргентины, в Сан-Био. Скрепки из канцелярских газетов. Скрепки можно здесь где-то снялась поближе. Не из Аргентины, не из Аргентины. Ну и так далее. То есть вот эта глобальная цепочка поставок, вы все время про нее говорили, когда они остановились, эти цепочки. Ну их остановили, я так обставил. Знаете, вчера Сенат США официально говорил, что ковид это родноформа, что ли? Я это сказал в феврале 20-го года. Мне потом говорили, ты чего? Ну, ты-то теоризатору у тебя пошли. Я, конечно, в качестве урисатора. А теперь об этом уже фактически официально говорят все. Почему? Да потому что он должен был выйти. Мне профессора, вирусологи, говорят, Александр, вы не правы. Потому что это не рукотворное. Я говорю, почему? Если бы это было белооружие, оно было бы вот такой-такой-то эффективностью, какое-то идеальное белооружие. Оно всех набугало, но в массе своей никого не убило. Как могло бы убить белооружие? Конечно, было бы много людей, которые могли бы жить дальше. Да простятные их родственники, и мы всем многим перебояем это эффективно. И мы понимаем, что это белооружие, оно идеально. Оно составило общественное поведение. Экономику изменить свои процессы. Никакие, а вот такие. Глобальной экономики нет в жизни. В том виде, там, правда, было. Будут отдельные классы, и они будут между собой набирать. Как это было в среднем и так? Так было уже, ничего нового было бы, но нет, я вас уверяю. Только это все на новом рынке развития, спирали, да? Только в школе в Советском ученом диалекте развития, да? Процесс. Сейчас мы учим. Это все мракопесия красная, коммунистов. А нас учили. Сырочную часть уделить. Здесь сдайте из группы. Сейчас учат детей так. Я с вами спрашиваю. Нет. А нас учили. Это атака, а плюс. Цифровую технологию, я сказал, новую вид энергии. Это у меня минут 30 осталось, что ли? Может быть. Нет, надо вас еще просить, добавьте. Ребята, смотрите, самое главное, что вам нужно знать сейчас. Ставки повышаться будут дальше. В Китае будет кризис, в Европе будет большая же 20. Вы поняли, о чем я сказал? Да, да. Они еще даже туда не зашли в это состояние. Вот самый главный график, который надо знать. Это ее скорейшем. Это уровень стоимости американского долга. Самая главная проблема в правой экономике, да простите меня, Евгений Коган, профессор высшей школы экономики, я не знаю, он сейчас будет после меня наступать, он, наверное, согласится или нет, знаю. Вот, скажешь, я двоечный, наверное, может, я не знаю его позицию к этому вопросу. Но для меня это главное. Почему? Потому что современные деньги, которые, если у вас вдруг, есть в кармане, даже рубли, это долг. Почему рубли? Потому что рубль привязан к доллару. Скажите, вы чего, мы торгуем с долгом? Он привязан к доллару. До сих пор. Почему? Потому что в них торгуется в долларах. Почему? Потому что индийские компании торгуют с нами в долларах. Рубья тоже. Хотим это сделать. Мы только хотим. Только накануне признаем. Мы должны развить свою систему расшифровать. Это бедная девочка на полчаса не будет. Так вот, добрая система никуда не делась. И я вам больше скажу, даже вы заинтересованы пока в ее сохранении. Почему? Потому что ее неконтролируемое обрушение сделает всех нас с вами гораздо люднее. Приведет к политическому хаосу в многих странах мира. И поэтому это никому не надо. Даже ни Китая, ни Японии, ни на никому. Даже в Северном Штатах. Именно поэтому цены на нефть определяются в долларах. Они сейчас пониже на 85. Понимаете? Пока ты за доллар можешь купить нефть, газ, еду и все остальное, у нас в мире долларовая система. Поэтому мы с вами рассуждаем в этих координатах. Нужно ли дальше инвестировать вне ввиду, что эта долларовая система сохранится в этом мире? Нет. Ответ короткий. Осталось чуть-чуть еще. Нет. Потому что долларовой системы в старом мире не будет. Скажут, да это уже там 30 лет Америку хоронят, она живая и живая. Я не Америку хороню, я долларуную систему хороню. Доллары США не продвинутся. А доллары мировые, я могу уже на 71-й год рассказывать, все эти доллары до 71-го года, когда до 71-го года. Де Голи французский президент корабли с долларами напечатанными отвозили, а он говорит, у меня золотишко в нашей вернике. Ему два корабля вернули. А потом студенты вышли на улицу в Париже в 60-го года. И Де Голи не стал остаться президентом. Его не убили свободу. Его просто отстранили от вас. Ничего. Только бизнес демократии в стороне франца. До этого студенты не выходили в сутро. А как только корабли пошли вовремя за золото вновь, плохо студентам жизнь стала. Понимаете? Смучались? Да? Так вот, я понимаю, о чем я говорю. Так вот, цены на них золота. Это главное, я считаю, что это главный объект инвестиции сейчас. Это можно сделать по-разному. Коллеги вам подскажут. Небезать покупать нефть вы не можете в бочках на дачу хранить, наверное, да? Есть нефтяные компании, есть различные другие финансовые инструменты, которые позволяют это делать. Я думаю, что эта ситуация будет понятна. Знаешь, что век будет всегда там только расти, она может упасть, надо шеститься или еще куда-то? Нет. Но среднесрочный тракт будет наверх. Почему? Еще раз, эронизлятор. То есть, подвожу итог по своему ступлению. Мы с вами вошли в зону высокой инфляции, она будет, может быть, не экстремально торгой, она будет, конечно, расти, падать в моменте, но тракт будет на сохранении высокой инфляции. Это первое условие инвестирования. Второе, это реальные активы. К ним возвращается их значимость. Когда вам говорили, вот палантиру это крутое, вот еще какая-то хер, извините, фигня, которая там продает чего-нибудь виртуально, это крутое. нефть, это отстой. Эксенобилом катали там куда-то в пыль в 19-м году и говорят, как же так-то, без нефти-то холодно, мыть сюда раз в неделю. Плохо. и Эксенобил улетел космос. Вырос в 3 раза в последние 2 года. Не знаю, что будет дальше в 3 раза растение. Я имею в виду, что это, это. с рублем в конце все выступления чего с рублем будет. Ничего не будет, будет болтаться здесь. Пока. 60, всех устраивает. Экспортерам хочется 70, 65, но 60. Плюс 70, да, в этом диапазоне ближайшие лет. Поэтому спекулирую на валюту на рынке, если кто-то не трейдер, не торгует с плечом, а просто инвестировать и держать деньги в доллары, можно, но не нужно. В том смысле, что я не обменяю дирсификацию долларов в активе должны быть, потому что доллар завтра, как мировая, я уже так сказал, она завтра не исчезнет, потому что, еще раз, это не выгодно никому. Поэтому максимально ее существование при мировой долларовой системе будут продлевать. Насколько? если пойти, что это закончится очень быстро. Потому что я, например, свидетель того, что в марте 91-го года проходят референды, что Советский Союз будет сохранен, а в декабре не стало. И если тебе даже в марте 91-го против пустых полок протока, который был в стране, кто-то бы тебе сказал, что Советского Союза не будет, ты же сказал, что доллар такого быть не может никогда. Ты же уже не упадет на землю. И когда сейчас говорят, доллара с темы не будет в доле, какую-то порку несет это в малых. Как ее не будет? Ее не будет. В том виде, еще раз, доллар США не это, ну, все, пожалуйста, а доллар с темы сравнивают. Поэтому инвестиции реально активны. Поэтому инвестиции в себя в бабло можно инвестировать, которые мозг прочищают. Не заберут, а прочищают. И критично относится к тому, что он говорит, в том числе и моим словам. Поэтому спасибо, что меня послушали. Ребята, мы даем вам готовы к следующему празднику. Спасибо.